Моноспектакль. Именно так можно назвать аферу с банковскими картами. А так выглядят мошенники, которые вам звонят. Представляются работниками банка, кредиторами, а иногда даже военными. Изобретательности аферистов можно только позавидовать. Схема проста как мир. Звонят людям, представляются сотрудниками банка и сообщают плохую новость. Мол, с банковского счета жертвы кто-то списал деньги. И для того, чтобы остановить несанкционированный платеж, необходимо назвать цифры из СМС. Активность кибермошенников беспокоит МВД республики. Только за прошедший год было выявлено около 600 случаев мошенничества. А общая сумма ущерба достигла чуть ли не 100 миллионов рублей. И это только в Дагестане. Чтобы решить проблему, создано специализированное отделение по борьбе с интернет-преступностью. Колоссальный рост идет по стране. Колоссальный рост. Создаются целые группы на факультетах, которые будут работать в этом направлении. То есть проблема поставила задачу. Не мы предполагали, что такое может быть, и готовили людей. А мы столкнулись с проблемой и после этого начали ее решать. По данным Центробанка, количество звонков от аферистов в период пандемии выросло вдвое. Специалисты предлагают несколько вариантов, как не попасть на удочку аферистов. Если вы получили смс или вам поступил звонок, в ходе которого предлагают назвать данные вашей карты, предлагают назвать номер банковской карты, три цифры кода, которые с обратной стороны карты, или код, полученный в смс-сообщении, имейте в виду, что, скорее всего, вы столкнулись со злоумышленниками, ни в коем случае не передавайте данные. Мы говорим о том, что представитель банка может позвонить клиенту, если видит о незаконно совершаемых операциях по счетам клиентов. Но при этом мы все-таки рекомендуем, если вы столкнулись с смс или с телефонным звонком, прекратить разговор, не вступать в переписку, а самостоятельно позвонить в банк и уточнить цель звонка от этой кредитной организации. Несмотря на рекомендации специалистов, самым эффективным способом борьбы с мошенниками остается бдительность самих людей. Алина Багилова, Муса Салгиреев, Нурмагомед Магомедов и Мурат Бекпарзов. Телеканал ННТ Махачкала.